Отличная новость для тех, кто ждёт ремейк первой Готики. Разработчики подобрали композитора, и им оказался музыкант Кай Розенкранц — именно он писал музыку для оригинала. Об этом рассказали на выставке Gamescom, которая в сегодняшнем выпуске новостей, разумеется, составляет главный инфоповод. По словам авторов, Розенкранц уже приступил к написанию композиций, и именно отрывок одной из его работ звучит в последнем трейлере. Если ещё привлекут немецкую группу и на экстрему, будет вообще идеально. Всем привет, это GSTV. Сегодня четверг, 25 августа 2022 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Как и предполагалось, Techland не стала ждать декабря, и уже на Gamescom официально объявила, что Dead Island 2 жива. Повторный анонс сопровождается ярким трейлером, демонстрирующим красочные просторы Лос-Анджелеса и сочные расправы над местными зомби под бодрую музыку. И этот проект совершенно никакого отношения к Dead Island 2, представленной на E3 2014, не имеет. Студия Dembuster делает его с нуля с 2018 года и должна закончить уже к будущему февралю. Интересно, что команда весьма основательно подошла к процессу, реализовав новую систему, подговорящей аббревиатурой Flash, то бишь плоть. Расшифровывается она как полностью локационная система потрошения гуманоидов. Её задача — делать так, чтобы резать, рубить, расчленять, ломать, плавить и избивать зомби — нам было максимально увлекательно. Эта система добавляет, во-первых, кинематографичности происходящему, а во-вторых, процедурную генерацию, чтобы каждый раз схватки выглядели по-разному. Плюс есть способность, которая позволяет разбираться с мертвяками голыми руками. В основе проекта лежит движок Unreal Engine 4 с некоторыми доработками. Например, сделана своя технология крови. Лос-Анджелес в Dead Island 2 разделён на несколько районов разного размера. Продвигаясь по сюжету, мы будем открывать новые районы и перемещаться между ними. Враги в каждой местности будут ощутимо отличаться. Например, только в Массл-Бич встречаются зомби-качки. Каждый из главных героев, по заветам ходячих мертвецов, заражён зомби-вирусом, но не превращается. Зато благодаря мутациям они могут устраивать вспышки зомби-ярости. Всего играбельных персонажей шесть, но кооператив поддерживает максимум трёх игроков в сессии. Древо навыков представляет собой колоду карт. Их можно перекидывать в любой момент, меняя возможности персонажа. Навыки бывают разные — одни перки, другие расширяют возможности героя. Например, навык может поменять фирменную атаку или удар ногой в полёте. В Dead Island 2 можно крафтить самое безумное оружие. К пожарному топору никто не запретит приделать, скажем, паяльные лампы или смастерить электрические ножи в стиле когти Росомахи. Ещё надо заметить, что для работы системы расчленения модели собраны из нескольких слоёв. У них есть настоящие мышцы, кости, жир, кожа и внутренние органы. Всё это можно обнажить удачным ударом, и зомби будут разваливаться на куски. Вообще, авторы поставили перед собой задачу создать лучший экшен от первого лица с рукопашными боями. И такое ощущение, что у них получается. А где можно купить Dead Island, Dying Light и другие игры про зомби и не только? Да так, чтобы не было никаких региональных ограничений и с широким выбором методов оплаты. Конечно же, на Diffmark тут есть богатый выбор консольных и компьютерных игр — как ключей, так и если желаете сэкономить аккаунтов. Надо пополнить кошелёк в Steam? Без проблем. Желаете купить игровую валюту? Имеется. Различный софт от антивирусов до Windows тоже в наличии. Все товары имеют 180 дней гарантии. Во время покупки вбейте промокод GSTV и получите 10% скидки. Ссылку от нашего канала мы оставляем под роликом. Просто попробуйте. Основанная в этом году студия Something Wicked Games, состоящая из ветеранов Bethesda и Obsidian, представила игру Weird Song. Это мрачная RPG в антураже псевдоисторического фэнтези. Действие будет происходить в открытом мире, где оккультные ритуалы рыцарей-тамплиеров давно стали нормой. Тут ещё есть многочисленные тайные сообщества и прочие тёмные штуки. В качестве одного из источников для вдохновения разработчики, между прочим, назвали сериал «Мир Дикого Запада». Поэтому, наверное, не стоит верить тому, как выглядят местные декорации. Основателем Something Wicked Games является Джефф Гардинер. Он руководил созданием Fallout 76, был продюсером Skyrim, Fallout 3 и Fallout 4. Деньги в разработку Weird Song, видимо, вложены крупные. В качестве одного из инвесторов выступает NetEase, выделившая 13 миллионов долларов. Fan.com, в свою очередь, анонсировала Dune Awakening — многопользовательскую выживалку в открытом мире во вселенной Фрэнка Герберта, получившей новую жизнь благодаря недавней экранизации Дэнни Вильнюва. Мы тут будем рыться в заброшенных поселениях, добывать спайс, седлать червей, пережидать бури, сражаться на земле и в небе. Судя по всему, нам дадут всецело ощутить, насколько тяжело выживать на самой опасной планете во вселенной, строя убежища от штормов, поддерживая свой десятиком в рабочем состоянии и стараясь избегать встреч с гигантскими песчаными червями. Авторы, помимо прочего, обещают наличие прокачки персонажа и большое разнообразие локаций. Разработка ведётся для PlayStation 5, Xbox Series и компьютеров. Страничка в Стиме уже появилась. Напомним, что параллельно фанком создаёт и одиночную Dune Spice Wars. Это глобальная стратегия, которая сейчас находится в раннем доступе и прекрасно держится. У неё преимущественно положительные отзывы на площадке Valve и внушительная аудитория. А вот польское издательство CI Games анонсировало The Lords of the Fallen. И это прямое продолжение ролевого экшена 2014 года выпуска Lords of the Fallen. Как видите, авторы вместо привычной «двойки» решили обыграть название сиквела добавлением артикля The. Тем самым они указывают на определённость Повелителей Падших, которые теперь получаются не какие-то там, а вполне конкретные. По сюжету герой Тёмный Крестоносец должен сокрушить бога-демона Адира. Чудо-фонарь позволит персонажу перемещаться между миром живых и реальностью мёртвых. По пути он будет улучшать оружие, доспехи, заклинания и характеристики. Компанию разрешено проходить вдвоём — также в наш мир может вторгнуться другой игрок. Ещё обещаны девять начальных классов на выбор, включая рыцаря, разбойника и ученика огня, а также возможность детальной настройки персонажа. The Lords of the Fallen должна выйти на PC, PS5 и Xbox Series в следующем году. Студия DEC-13, делавшая первую Lords of the Fallen, представила, судя по всему, прямого конкурента — Atlas Fallen. Это тоже экшен-РПГ с видом от третьего лица, тоже с наличием кооператива. Сюжет нам расскажет о том, как по вине возгордившихся богов планета оказалась доведена до катастрофического состояния. Нашей задачей станет спустить этих самых богов на Землю при помощи заклинаний и оружия, что меняет форму. Релиз — в 2023 на тех же платформах, что и The Lords of the Fallen. Первая игра Telltale Games с момента её воскрешения, Expanse, обзавелась геймплеем. Это будет приквел к научно-фантастическому телесериалу «Пространство». В центре сюжета — Камино Драммер, которую прекрасно знают все, кто смотрел сериал. Действия происходят на космическом корабле The Artemis, бороздящем просторы пояса астероидов. Релиз состоится летом 2023-го, а вскоре после появится, как вы знаете, и продолжение The Wolf Among Us. Хоррор The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда тоже получил новые кадры, где главный герой разрывается между стрельбой и ближним боем. В видео представили новую механику мутаций. Некоторые из противников могут отращивать щупальца, который игрок должен быстро убирать, срезая или полностью уничтожая. В противном случае враги могут стать куда сильнее и смертоноснее. По словам Скофилда, это один из способов сделать игру более динамичной и жестокой для создания постоянного напряжения. Ну и видно, что хоррором авторы не ограничиваются, допуская весьма бодрые экшен-элементы. Издательство Calypso Media представило приключенческий проект Tartuga A Pirate's Tale — это тактическая стратегия с пошаговым режимом, отправят нас, разумеется, на Карибы. Наша задача — собрать флот пиратских кораблей и отправиться навстречу приключениям в поисках славы и сокровищ. Разработчики заявляют о большом и насыщенном мире, встречах с известными историческими фигурами, которые могут быть как товарищами, так и противниками. В игре можно будет грабить торговые конвои на воде или же на суше атакуе поселение. А заодно придётся следить за моралью на корабле, а иначе дело может закончиться мятежом. Выход — в начале 2023 года на всех актуальных платформах. Ну и не забудем про студию Space Dive Games, которая работает над экшеном Quantum Knights в фэнтезийной версии Средневековья. В этой вселенной люди сражаются с демоническими существами, используя как оружие, так и магию. Технически — это шутер от третьего лица с открытым миром. Каждая пушка обладает уникальным набором навыков — оружие можно прокачивать, подстраивая под свой стиль. Кроме того, в бою можно использовать элементы окружающей среды. Выход тоже ждём в 2023-м, но только на компьютерах. Шведская студия Wishfully подробно показала свой дебютный проект — невероятно красивый 2D-платформер Planet of Lana. События тут разворачиваются на планете, где был нарушен идеальный баланс между природой и человеком. Столетия разногласий породили безликую армию, нарушив естественный порядок вещей. Но эта история, как уверяют разработчики, вовсе не о войне. Она о прекрасной, живописной планете и о желании сохранить её первозданный вид. Авторы начали презентацию с эпизода, где главная героиня — маленькая безымянная девочка — встречается с животным, похожим на мышь. Им удаётся подружиться, но в этот момент происходит нечто странное — на планету начали приземляться какие-то капсулы. Как позже оказалось, это механизмы необычной формы и загадочного назначения. Кроме того, в трейлере показали платформенные секции, фрагменты со скрытным прохождением и встречу с огромным монстром. Среди ключевых особенностей игры Wishfully упомянула взаимодействие с компаньоном, головоломки и разнообразные испытания, экшн-сцены, где нужно будет использовать свои рефлексы и моменты повышенной опасности, которые необходимо преодолевать с помощью механик скрытности. Погрузиться в это красочное приключение мы сможем весной 2023 года на компьютерах и двух поколениях Xbox. В день релиза Adventure сразу попадёт в подписку Game Pass. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok